Медалями, завоеванными этой зимой, алтайским легкоатлетам при желании весь год можно гордиться. Однако останавливаться на достигнутом у подданных королевы спорта не принято. Тем более, что летние старты куда важнее зимних. А сборы в Адлере для спортсменов с Алтая давно вошли в привычку. Это сборы в Адлере, любимые сборы в Адлере. Полтора месяца будем работать, готовиться к летнему сезону. Как потопаешь, так и медали потом посчитаешь. По-другому не бывает. Зависимость здесь, скажем так, прямо пропорциональная. Сезон у подданных королевы спорта обычно делится на две соревновательные части. Зимнюю и летнюю. Подопечным тренера Сергея Клевцова по итогам минувшего сезона однозначно есть чем гордиться. Полтора десятка медалей в копилке сборной края. Таков их скромный вклад. Основная задача, мы сейчас здесь, к сожалению, учитывая, что легкая атлетика, это, наверное, такой, мягко говоря, самый нерезультативный вид в Алтайском крае. Есть виды спорта у нас куда как покруче. Мы, наверное, где-то в третьем-четвертом десятке, судя по тому, что министер спорта ни в одном своем докладе о нас ни слова не сказал. У нас всего-то там, подумаешь, потенциально три кандидата в олимпийскую команду в Париже. Ну, так себе. Поэтому мы не имеем здесь манежа. Мы тренируемся в тире, который, слава богу, не завалили. А все к тому шло в 2018 году. И у нас там есть определенные тренажеры, где мы бегаем. В Адлере мы выезжаем, у нас будет уже стадион, будет дорожка. Поэтому основная задача с тех средств перейти на эти. Сначала в кроссовках, потом в шиповке, дорожка. И уже во всеоружии, надеюсь, дай бог, с мая начать соревновательный сезон. Он будет тяжелым в том смысле, что психологически мы знаем, что мы никуда не выезжаем. Ну, такая обстановка сейчас. Среди тех, кому в Адлере предстоит немало потрудиться, подающий большие надежды чемпион России и ее же рекордсмен Савелий Савлуков. Летом он выиграл практически все соревнования, за исключением разве что чемпионата страны, где был вторым. Зимой размениваться на серебро уже не стал. Он выиграл все старты, на которых выступал в Омске, Екатеринбурге, Москве. Одними только медалями решил не ограничиваться и, что называется, добрал рекордами. Один из них в беге на 400 метров еще в 86-м году установил легендарный Владимир Крылов. Второй на 500-ке куда менее значимый, но все равно приятно. Там, в принципе, рекорд невысокий был, поэтому там нечего было удивляться, хотя тоже потолкались с ребятами, можно было тоже быстрее сбегать. Но на 400 мне тренер сразу сказал, что, в принципе, можно бежать, никаких преград нет. На первенстве молодежи, получается, мне 0,02 не хватило до повторения. Вот. А, нет, до рекорда. Одной сотой до повторения рекорда не хватило. Ну, тренер так сказал, что там манеж не очень, а в ЦСКА все получится, вот. Ну, как получилось, что я врезался в паренька, и мне не хватило вот этих 3-х, 4-х десятых. Невзирая на то, что ему поставили спину, ему пришлось весь фираж выгребать, и он все равно выиграл у второго призера больше секунды, то есть у него 46,05, у того 47,07, но чтобы на 400 метров первый и второго выиграл секунду на нашем чемпионате, это надо долго листать, и найдем ли такое, не знаю. То есть преимущество было подавляющее. Ну, опять же, это наш внутренний чемпионат, это наш мужской спринт, и это сейчас там 19-й результат в мире, скажем так. Ну, и где-то там 3-й, 5-й в Европе. Для самого Савелия все эти победы чем-то неожиданным не стали. На вершину пьедестала он поднимался, что называется, твердым и уверенным шагом. Ну, конечно, тренер же меня подготовил, как психологически, так и физически, так что все нормально. Тебе это не удивило? Да, в летнем сезоне, может быть, еще как-то удивило, а сейчас уже нет. Мы же готовимся, поэтому, да, круто все. Сейчас форма тоже очень хорошая, в принципе, осталась. Мы сейчас переходим к подготовке к летнему сезону. Вот. Идет все круто, форма набирается, я думаю, все будет классно. Я уверен, конечно, что нас, наверное, и не выпустят на международные старты. Вот. Ну, я думаю, у нас тоже можно на российских стартах показать высокий результат. Как бы, так что, так что вот, психологически я готов. Теперь главное оправдать ожидания, ибо с фамилией Савлуков после этого зимнего сезона их, как в среде специалистов, так и среди любителей легкой атлетики, однозначно связано немало. Если, например, на следующий и последующий год будет примерно то же самое, он будет, например, лидером в России на этой дистанции. Только интересный, ему уже пропадет. Потому что от него ждут чего-то такого, как бы пришел, ага, талантливый парень, два года у него была стагнация, пришел вроде бы к нормальному тренеру, тут Шубенков, значит, надо будет вот туда. Поэтому вот в этом смысле у всех, кто примерно в этом процессе работает, я думаю, вот где-то так выстроена цепочка умозаключений. Поэтому если это будет 46-0, так же, как в этом году на следующий год, мы все подумаем, да, ну, это был один из многих. Если это будет 44-5, тогда все будут думать точно, это и ровно то, о чем мы и предполагали. О, да, ладно.